Алис, ты чё? Юмичу отдай! Дай сюда! Нет! Ну, вот сейчас мы и посмотрим. По-моему, он похож на какашку. Так, ребята, у меня тут нож, так что... Так, я не поняла. Жарю лизун, серьёзно? Воняет. Кидайте! Вперёд! Всё попахнет! Мамочки! Блин, как же страшно! Приветствую на канале Magic Pet! Юмичу, мы же ещё не придумали что снимать. Ребята, давайте снимем, как мы уничтожаем наш гигантский лизун антистресс. Классная идея, Софи! Ну да, неплохо можно. Это я хотела предложить тёте Софии! Отстань Юмичу, так не честно. Сейчас спою. Подпишись на наш канал. Видишь, вот они, наши волшебные комментарии. Пиши их, и возможно ты тоже появишься тут. Ставь лайк! Да, надо было всё-таки решить, кто это будет говорить. Какие же вы маленькие зануды. Надо говорить. Поставь лайк! Чему вас учить надо? Аки с Алисой за Знайка. Поехали. Нет, не поехали. Я хотела ребятам сказать, что нас тут не было и мы не снимали видео, потому что мы с Аней были в моём первом большом путешествии. И я хочу попросить наших ребят, чтобы они потом сходили и посмотрели. Да уж, ребят, это была, наверное, самая первая мега большая поездка Юмичу. Чего в этом эпик-влоге только не было. Или другие блогеры животные. Юми везде ездила, жила в отеле. И самое главное, виделась впервые с толпой маджиков. Мы оставим ссылку в описании, потом сходи и поддержи нашего покемона. Лайк! Так, ребят, вы просили, и я его принесла. Что вы с ним хотите делать? Это наш с вами супер-мега-гигантский лизун, который мы сделали из кучи лизунов. Ему уже несколько недель. Что вы задумали? Аня, мы хотим его уничтожить. Но не просто так. Мы хотим его замучать. Мэджики просили провести над ним всякие эксперименты. Ого. Ань, а как выглядит Машенька? Какая Машенька? Подождите, Миш, при чём здесь Машенька? Ну, ты сняла на свой канал Смешилкины в школе. И Машенька изменилась. И мы хотим продолжения. Да, пожалуйста, 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 пожалуйста. Ребята, ещё, может быть, не посмотрели новых Смешилкиных? А вы уже продолжение просите? Да, а чё? Так, вы вроде лизун собирались уничтожать. А ребята сами сходят и всё посмотрят. Ну что ж, вот он наш гигант. Он очень тяжёлый. После того, как мы добавили в него ещё лизунов, цвет его немножко изменился. Раньше он был космический и совсем фиолетовый. А теперь стал какой-то немножко сероватый. С вкраплениями других лизунов. Да. Ну что, какие у вас предложения по поводу этого монстра? Он нереально тяжёлый, ребят. И даже несмотря на то, сколько времени он провёл в коробке, с ним ничего не случилось. Я думаю, что надо попробовать всё, что предлагали Мэджики. По крайней мере, всё, что мы успели увидеть в комментариях. Утопим, порежем, пожарим, скинем из окна и взорвём. Звучит жёстко. Но для начала его надо разделить пополам. Эй, я тут лежу. Алис, ты чё, жадина? Алиса жадина. Эй, вон ты же мальчик, ну не жалуйся на девочку. А чё она мне в лежанке лежать не разрешает? Вы будете спорить, или мы начнём антистресситься? Давай начнём наше мучение слайма. Раздели его пополам. Да, пожалуй, давайте его разделим пополам. И с каждой половинкой попробуем что-нибудь сделать. А в конце мы их взорвём. Половину экспериментов мне придётся делать без вас, потому что они совсем не детские. И маленьким Мэджиком повторять их нельзя, только если с родителями. Вы на это согласны? Значит, согласны. Сейчас будем его топить, я пошла за водой. Алис, ты чё? Ты что, Покемон, не видишь? На меня наползквиш. Ах ты, маленький сквиш поганец, я тебя тоже когда-нибудь уничтожу. Ой, я тоже сквиш нашла. Мы так и не придумали, что с ними будем делать. Мы снимем отдельное видео, где их мучаем, отдай. Не отдам. Отдай. Нет, Юмичу. Отдай, тётя София. Девочки, хватит, сейчас Аня придёт. Юмичу, ну отдай, это мой любимый сквиш. Нееет. Потом поиграешь, когда будем их уничтожать. Нет, не отдам. Он тоже может быть мой любимый. Юмичу, отдай. Дай сюда. Нет. Не отдам. Дай. Нет. Ой, чё спалить с ребёнком? Вот именно. Не спорь с ребёнком. А сквиш будет мой. Ну да, Юмичу, ну... Нет. Что нам делать с целой горой сквишей? Я лично своего съем. Так, ребята, аккуратнее. У меня тут целый полный таз воды. Ой, можно попить. Да, я тоже хочу попить. Чем вы тут таким активным занимались, пока меня не было, что обе хотите пить? Да, лиза сквиш. Ну что, ребят, попробуем утопить нашего лизуна. Как думаете, что случится? Мне почему-то кажется, что он просто утонет. А мне кажется, что он будет плавать. Ну, вот сейчас мы и посмотрим. И всё? Юмичу, а ты что хотела? Чтоб я его такая двумя руками схватила и говорила, давай, я тебя утоплю. Ну, типа того. Ой, всё. Кстати, Ань, а как он теперь на ощупь, когда ты его трогаешь? Он стал более слизкий, гладкий, и мне кажется, он стал помягче. Может быть, зависит от того, какой температуры вода? По-моему, он похож на какашку. Юмичу, у тебя всё похоже на какашку. Так, девочки, вы опять про какашки? Ой, что, правда же? Только на фиолетовую какашку. Юмичу, перестанет и говори. Давайте лучше решим, что делать со второй половиной. Да, сейчас мы этого монстра достанем отсюда. Ой, ничего себе, он склизкий стал такой. Аж из рук выскальзывает. Так, переложим пока что его сюда, пусть сохнет. А вот с этой половинкой? Мы её порежем и пожарим. Вы уверены? Да, будет круто. Ну, ладно. Давай, нарезай его на кусочки. Так, ребята, у меня тут нож, так что аккуратнее. Сначала, наверное, разрежу пополам. Ох, как он прикольно режется. Да, хотя, в принципе, можно было, наверное, и нарвать на кусочки. Не, ну, порезай-то прикольнее. Это тоже часть нашего мучения. Вы иногда меня просто очень удивляете. Неужели вам это интересно? Ань, ты ничего не понимаешь, это же весело. Ладно. Надеюсь, эти кусочки не соединятся, пока мы будем их в сковородку складывать. Вы же на сковородке их хотите жарить, правильно я понимаю? Да, а масло? Какое масло? Ну, мы же будем делать антистресс котлетки из лизуна. Масло, чтобы не погасло. Вы правда собирались на масле его жарить? Ну, это же котлетки из лизуна. Ну, вы даёте. Ладно, вот вам масло. То есть мне его правда прям в сковородку налить, серьёзно? Ну, ань, ну да. Ладно, хорошо. Так, мне некуда её поставить, так что поставлю прямо на него. Заодно это будет проверка лизуна весом сковородки. Да уж. Ммм, вот столько масла будет достаточно? Ой, маслица. Ой, какая вкусняшка. Так, я не поняла, стоп. Вы это специально сделали? С собакам, конечно, можно растительное масло, но совсем чуть-чуть. Так, давайте уже ваши котлеты делать. Проверку сковородкой кусочки не прошли и склеились. Давай, ань, ну это, лепи котлетки. А я же самая младшая, мне можно чуть побольше маслица. Юмичу. Просто очень вкусненько. Ань, ты котлетки давай поровнее лепи. Какого размера должны быть эти ваши котлетки? Ну, наверное, так, чтобы побольше лизуна влезла. Я думаю, что весь этот огромный кусман сюда не влезет. Ну ты, ань, полепи, аккуратненько их там разложи и посмотрим. Так, девочки, хватит там масло нализывать. Юмичу, нельзя. Чё со мной как собакой разговариваешь? Ну что, как я и думала, у нас остался целый кусок этой половины. Больше в эту сковородку ничего не влезет. Так что мы эту половинку половинки добавим к нашей первой половинке, которую мы топили. Давай, ань, иди жарь, мы в тебя верим. Вас я с собой не беру, потому что это опасно, там огонь. Обожрите себе еще усы. Или глаз. Юми. Так, погнали, зажигаем газ. Ох, чем я с ними занимаюсь? Жарю лизун, серьезно? Я собираю все с фламинго, и Мэджики мне даже палочку-мешалочку с фламинго подарили. Так, ну, пока вроде ничего. Так, интересно, чё у нас получится? Так, прошло всего 5 минут, и котлетки наши растаяли. И теперь у меня тут на масле жарится какая-то лизунистая смесь. Так, ребята, все разошлись и к сковородке не подходим. Она еще горячая. Кажется, у нас получился омлет из лизуна. А мне кажется, это больше похоже на кашу. А по-моему, на суп-пюре. А по-моему, на кака. Юми. Ну, похоже же. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Алис, будь очень аккуратна. Он, конечно, немножко подостыл, но мало ли что. Воняет. Фу, воняет. Да уж. Да, кстати, когда я его жарила, он вонял еще сильнее. Мне кажется, нужно дать ему остыть и посмотреть, что с ним будет, когда он остынет. Точно, Эйвен, это крутая идея. А теперь давай скинем вторую половину с половиной первой половины из окна. А, что? Из окна скинем. А, этот остывает, а тот кидаем. Ну да. Я готова, кидайте. Вперед. Кажется, я не засняла. Кстати, он не развалился. Ань, тащи обратно, мы еще раз кинем. Поехали. Юху. Видели? Кажется, опять он в кадр не попал. Давай еще раз. Кидаем. Вау, класс, по-моему, сейчас получилось. На кусочки, ребята. Он падает, как мяч. И отливается от земли. Но было прикольно. Что вы заставляете меня делать? Ань, но это еще не все. Что еще? Сковородка. А, да, точно. Посмотрим, что осталось с тем лизаном. Да, она уже совсем остыла как раз. Дайте-ка я ее поставлю. Софи, только не лежи. Ань, ладно, ань, только не мой. Расходитесь. Я надеюсь, это последнее ваше издевательство над лизуном? Еще нет. То есть мы еще не закончили свои эти эксперименты? Нет, Ань, самое главное будет сейчас, как Эйван говорил. Он, по-моему, стал обычным лизуном, только еще с растительным маслом. Он стал более мягкий, приятненький такой, как бы соединился в единое целое. Короче, ребят, от того, что мы его пожарили, он стал еще более тянучим и приятным на ощупь, только очень жирным. Ань, а теперь самая сложная для тебя задача. Ты должна пойти на улицу. И что? Собрать весь тот лизун, который там лежит, присоединить к нему этот и взорвать их. Вы сейчас серьезно, ребят? Ну ты же обещала, что ты взорвешь. Да, Ань, мы должны закончить наши мучения. Хорошо, то, что я сделаю сейчас с этими лизунами, повторять нельзя никому. Я пошла. А мы будем наблюдать из окна. На что только не пойдешь ради того, чтобы их развлечь. Поджигаю. Бомбочка не горит, ребят. Видимо, потому что дождь. И она потухла, но ты попробуй еще раз. Только аккуратнее. Давай, Ань, мы в тебя верим. Она тухнет. Видимо, она слишком влажная. Аня, засунь еще одну бомбочку. Что я творю? Надеюсь, сейчас у нас получится и он взорвется. Ждем. Сейчас попахнет. Да, классно будет. Мамочки. Блин, как же страшно. Вот и все. Класс. Прикольно. Это было смешно. Фуф, ну что, вы довольны теперь? Нам понравилось такое антистресс-издевательство. Да, для кого антистресс, а для кого наоборот стресс. Но было весело. Хотим еще. Нужно еще. Короче, ребят, ставьте лайк, если вы тоже хотите. И идите скорее смотрите новые видео на других наших каналах. Особенно мой влог. Из Мишилкиных. Лайк. Пишите волшебные комменты и голосуйте. Пока. Было круто. Особенно когда он взорвался, да? И страшно одновременно. Пойду пойду найду свой скриш.